Осторожные игрушки. В Караганде среди детей растет спрос на беременные куклы Барби в гробу и игрушки с ярко выраженными половыми органами. Прилавки магазинов буквально пестрят богатым ассортиментом различных монстров и невиданных животных. Насколько такие игрушки влияют на психику и здоровье детей и нужно ли запретить их продажу, выясняла Аймамрина. Это прилавки модных магазинов игрушек Караганды. От ассортимента детского товара разбегаются глаза. Беременные куклы Барби с эмбрионами внутри и куклы Монстр Хай, лежащие в гробу, спокойно выставлены на продажу. По словам психологов, такие игрушки определенно нельзя назвать безобидными. Они влияют на психику малышей и могут спровоцировать неожиданные фантазии у несовершеннолетних. Эти игрушки даже по внешнему виду очень агрессивны. Они могут негативно влиять на подсознание не только детей, но и взрослых. Родителям стоит задуматься, нужны ли такие игрушки дома. Ведь личность и характер ребенка уже проявляется с трех лет. Беременные куклы, куклы в гробах и с рогами не могут научить детей ничему хорошему. Ничего хорошего не сказали и в общественном объединении по защите прав потребителей Гарант. По словам председателя Жасулана Атмагомбетова, эти игрушки необходимо тщательно проверить. Я, конечно, не психолог и не специалист, но, на мой взгляд, данная продукция является категорически запрещенной для продажи детей. Такие игрушки, я думаю, не должны реализовываться. И наши государственные органы в лице управления по защите прав потребителей, где Департаментом метрологии стандартизации по Караганинской области должны отреагировать и каким-то образом уже предпринимать меры о проведении экспертизы, в том числе по данной продукции, и насколько они законно вообще находятся на прилавках для реализации детям. В детских магазинах, напротив, ничего плохого в своей продукции не видят. Почему, собственно, она беременна? Эта кукла рассчитана на девочек, которые представляют себя с детства уже мамами, которые развивают в себе нежные чувства какие-то по отношению к маленьким деткам. Когда девочка играет с коляской, сажает в нее куклу игрушечную, она же, по сути, то же самое делает. Она представляет себя будущей мамой. По словам специалистов, беременные куклы попали на прилавки примерно три года назад и пользуются неизменным спросом. В среднем в месяц магазин продает около ста таких игрушек. Куклы Монстр Хая с гробами, в отличие от беременных, не так часто пользуются спросом. А покупать или нет, такие забавы детям решать родителям, подчеркивают владельцы салонов. Айям Амрина Жахслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.